Устройство сегментации и создание подсетей. Коммутаторы, мосты, маршрутизаторы. Соединительные устройства сегментации и создание подсетей – наиболее сложные из всех сетевых соединительных устройств. Сегментация сети – это деление сети на сегменты, являющиеся частями этой сети с целью снижения загрузки сегментов частей сети. Создание подсетей – это деление сетей на отдельные сети, называемые подсетями на основе адресной информации. Устройство сегментации и создание подсетей. Мост – это сетевое устройство «Смотри рисунок 1», предназначенное для объединения сегментов компьютерной сети в единую сеть. Мост – устройство, выполняющее функции повторителя для тех сигналов, сообщений, адреса которых удовлетворяют заранее наложенным ограничениям. Обычный мост объединяет два сегмента сети и выполняет фильтрацию передаваемых данных на основе масс-адресов. МАК-адрес является физическим адресом сетевой карты и не имеет никакого отношения к IP-адресу, записанных в пакетах. Это позволяет уменьшить загрузку сегментов сети, тем самым увеличить скорость передачи данных. МАС-адреса представляют собой 16-ти речные числа. Таблицы адресов, создаваемые мостом, называют также таблицей маршрутизации, потому что она используется для определения того, на какую сторону моста следует передать пакет. Не путайте ее с таблицей маршрутизации, используемой маршрутизатором. Таблицы маршрутизации моста содержат физические адресы оборудования, то есть МАС-адреса, а таблицы маршрутизации маршрутизатора – логические сетевые IP-адреса. Как правило, мост имеет два или больше портов, которым подключают сегменты сети. Анализируя адрес получателя пакета, он может фильтровать сообщения, предназначенные другому сегменту. Пакеты, предназначенные для родного сегмента, устройство попросту игнорирует, что также уменьшает трафик. Мосты работают на канальном уровне модели Оуси. В настоящее время устройство Bridge практически не используется из-за их низкой производительности. Примечание – в настоящее время устройство Bridge практически не используется из-за их низкой производительности. Коммутатор Switch – это устройство, используемое в сетях передачи пакетов, предназначенное для объединения нескольких сегментов. Коммутаторы наибольшее распространение нашли в технологиях Ethernet. Главной их задачей в сети Ethernet является разделение сети на сегменты. Это особенно актуально в сетях с большим числом рабочих станций, так как чем больше оконечных устройств работают одновременно с единой средой передачи данных, тем выше вероятность возникновения коллизий одновременной передачи данных несколькими устройствами и, следовательно, ниже эффективность работы сети. Коммутатор позволяет разбить единую сеть на несколько сегментов и увеличить число одновременно работающих устройств. Коммутатор «Смотри рисунок 2» объединяет в себе возможности концентратора и моста. Коммутатор Switch. Например, концентратор, получив от какой-либо сетевой карты пакет данных, не зная о том, кому он адресован, рассылает его по всем подключенным к нему сетевым устройствам. Несложно представить, какой создается трафик, если в сети существует не один, а несколько концентраторов. Примечание – Power of Ethernet, Пол, питание через Ethernet, технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную ритую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначается для точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель. Коммутатор более интеллектуальное устройство, которое не только фильтрует поступающие пакеты, но имеет таблицу адресов всех сетевых устройств, точно определяет, какому эти пакеты предназначены. Поэтому для организации разветвленные сети концентраторы и коммутаторы используют совместно «Смотри рисунок 3». Первые – для объединения компьютеров в одну группу, вторые – для организации эффективного обмена информацией между ними. Коммутатор хранит в памяти, так называемой ассоциативной памяти, таблицу коммутации, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порта коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы, кадры и, определив MAC-адрес узла отправителя, заносит его в таблицу на некоторое время. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для узла, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес узла получателя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр будет отправлен на все порты, за исключением того порта, с которого он был получен. Со временем коммутатор строит таблицу для всех активных MAC-адресов, в результате трафик локализуется. Коммутатор работает на канальном уровне модели Оуси. Маршрутизатор роутер – специализированный сетевой компьютер, имеющий два или более сетевых интерфейсов и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети. Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в заголовке пакета, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. С помощью маршрутизаторов соединяются отдельные сети или подсети. Маршрутизаторы могут работать как внутри локальных сетей, в этом случае они соединяют подсети, так и в глобальных сетях, соединяя составляющая их локальные сети. Как и мосты, маршрутизаторы фильтруют передаваемые данные. Однако в отличие от мостов, маршрутизаторы используют логические сетевые адреса и падреса, а не физические адреса устройств. Маршрутизаторы устроены сложнее, чем мосты. Они принимают серьезные решения, выбирают оптимальный маршрут передачи пакета среди немалого количества других возможных маршрутов. Главная задача маршрутизатора роутера – разделение большой сети на подсети. Он выполняет множество полезных функций и обладает большими возможностями. В нем сочетаются концентратор, мост и коммутатор. Кроме того, добавляется возможность маршрутизации пакетов. В связи с этим маршрутизатор «Смотри рисунок 4» работает на сетевом уровне модели Оуси. Если в сети существует несколько маршрутов передачи пакета, то маршрутизатор выбирает оптимальный и впоследствии всегда использует его для передачи данных определенному адресату. Маршрутизатор рассматривает все возможные маршруты и принимает решение об оптимальном маршруте для каждого поступившего пакета. Следовательно, если некоторый маршрут в данный момент времени перегружен, маршрутизатор выбирает другой, более эффективный. Таблицы возможных маршрутов движений пакетов все время обновляются, что дают маршрутизатору возможность выбирать самый короткий и самый надежный путь доставки сообщения. Таблицы маршрутизации обычно содержат адрес сети или узла назначения маску. Сети назначения позволяют указать единичный узел сети-шлюз, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет, следующий до указанного адреса назначения метрику, числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут.